И безбожники Мекки тебе говорят То есть воскреси же наших прадцов, если ты являешься правдивым. То есть нашему пророку, саламу, такой вызов бросает, что ты должен воскресить в первую очередь наших предков, после этого мы в тебя уверены. То Аллах Таал в ответ на это говорит Они более мощные, или же та община, которая прошла в прошлом под названием Тубба. Те, которые были до них, то есть народы, которые были по росту, весу, были гораздо больше них, у них более было могущественные народы. Мы их всех уничтожили. За то, что они были беззаконниками, приходили в все пределы дозволенного. То Кома Туба – это та община, которая проживала в Африке, в Йемене. То есть Туба – это звание королей. То есть, например, король такой-то, такой-то, и вот это звание короля, оно передается главенствующему из поколения в поколение, так же, например, как император на сегодняшний день, как президент. То Тома использовалась эта Туба, то есть следующий, один из которых за следующим. И здесь имеется в виду именно на то время, которое был правителем, это его звали Асхад Абу Курепи Ямани, который покорял одно государство за другим, и когда он дошел до Медины, то он окружил ее, но не смог покорить ее. И те, кто жили на тот момент в Медине, люди Писания, они что, образумили этого правителя и сказали им, что это город последнего заключительного посланника Аллаха Таля, поэтому ты не сможешь его починить себе. После чего он уверовал в их религию, взял их с собой, отвез их к себе на родину, в Африку, где они начали проповедовать религию Аллаха Таля. Он сам был из числа верующих, уверовал. Но после того, как он ушел из этого мира, его община заблудилась, снова начали противиться Аллаха Таля, стали безбожниками, за что были наказаны. И они были гораздо что по своей власти, то есть им были покорены большая часть Ближнего Востока, некоторая часть Африки, вместе с этим, что с таким могуществом Аллаха Таля все уничтожил всех. Аллаха Таля говорит То есть небеса и землю, мы их созданы истинно, но все равно, что многие из них, из числа безбожников, они этого не понимают. То есть создание небес и земли, то, что есть доказательство истинности своего Творца. В первую очередь, это то, что есть Творец всего этого необычайного мира, который Аллаха Таля создал. Второе, это то, что человек в этом мире, проживая, что как Аллаха Таля его сотворил из ничего, так же Аллаха Таля в один момент его может уничтожить. И это из доказательства того, что Аллаха Таля воскресит людей. И так как люди в этом мире проживают, кто как хочет, выбирает свой путь, некоторые становятся набожными, проявляют набожность во всем, верят в своего Творца, творят благие деяния таким образом, что они будут вознаграждены в охероте за свои благие деяния и веру. И некоторые избирают путь неверия, творят грехи, то не может быть это таким образом, чтобы и те, кто веровал, творил благие деяния, и те, кто совершал грехи и неверие, на этом их жизнь закончилась, им никакого воздания не будет. То есть человек, проживая в этом мире, эту жизнь, он должен к этому прийти, выводу, что каждому Аллах Таля после этой жизни, то есть как наступит смерть, Аллах Таля будет воздавать за это. И еще одно это то, что создание этого мира, оно побуждает человека на подчинение своему Господу. То есть Аллах Таля в этот мир создал и весь его подчинил всем этим людям, сделал их наместниками на этой земле. То есть каждое свое дело он делает на благо человека. То есть солнце выходит, дает свое тепло. Также моря, реки, океаны, Аллах Таля не дожди не спасывает. Все, что на этой земле произрастает из животных, это все служит на благо человека. Человек отсюда, уразумев, должен понять, что теперь, что если это все подчинено мне, то я кому-то подчинен. То есть я подчинен своему Творцу, который меня создал из ничего. То он должен что? Ему подчиниться. Так как этот мир его к этому побуждает. И Аллах Таля в Коране об этом говорит. Поистине я создал джиннов и людей лишь только для своего поклонения.